Как делают огромные тоннели в скалах и под водой? Что за невероятные машины используют и какого они размера? Я расскажу вам про технику невероятного уровня, способную уничтожать все на своем пути, оставляя за собой гладкие стены. А в конце покажу секретные американские тоннели, которые спрятаны по всей Европе. Зачем? Лучше досмотрите. Тоннели-проходческие машины Тоннели-проходческие машины, или сокращенно ТПМ, представляют собой высокотехнологичное оборудование для бурения подземных тоннелей, используемое в строительстве метро, железных дорог и других подземных коммуникаций. Эти монстры способны прокладывать тоннели через различные типы грунтов и горных пород, обеспечивая быстрое и безопасное строительство под землей. Как они это делают? Работа ТПМ основана на принципе вращающегося бурильного щита, который разрушает породу на своем пути. За щитом расположена основная часть машины, обеспечивающая стабилизацию вырытого тоннеля и установку поддерживающих конструкций. Материал, извлекаемый из-под земли, транспортируется на поверхность при помощи специальных конвейерных систем. Тоннели-проходческие машины значительно повышают безопасность строительных работ, так как большая часть процесса проходит автоматизированно и далеко под землей, минимизируя риск для человеческой жизни. К тому же ТПМ позволяют значительно ускорить строительство тоннелей благодаря своей высокой производительности и точности следования заранее заданному маршруту, что особенно важно в условиях плотной городской застройки или сложных геологических условиях. Однако использование таких машин сопряжено с высокими затратами, как на саму технику, так и на ее обслуживание и ремонт. Кроме того, ТПМ требует значительных инвестиций в исследования и разработки для адаптации к конкретным геологическим условиям проекта. Стоит чуть просчитаться, и агрегат за миллиарды долларов вместе с людьми окажется погребенным под землей. Биг Берта. Насколько огромны эти машины? Сейчас расскажу. Биг Берта – одна из самых известных и крупнейших тоннелей проходческих машин в мире, созданная специально для проекта замены виадука Аляскин Уэй в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Этот грандиозный проект, направленный на улучшение транспортной инфраструктуры города, предусматривал строительство подземного тоннеля, который должен был заменить устаревший виадук, представлявший опасность при землетрясениях. Биг Берта, названная в честь мэра Сиэтла Берты Найт Ландес, была произведена японской компанией Hitachi Zosen и доставлена в Сиэтл в 2013 году. Эта тоннелепроходческая машина по праву считается одной из самых больших и мощных в мире. Ее диаметр составлял впечатляющие 15,86 метра, а длина всей конструкции достигала 98 метров. Вес машины был равен более 67 тысяч тонн, что делало ее одним из самых тяжелых механизмов такого рода. И да, ее до сих пор никто не переплюнул. Работа Биг Берта началась в июле 2013 года, когда она приступила к бурению тоннеля длиной около 3,2 километра по центрам Сиэтла. Процесс проходки предполагал разрушение различных типов грунта, от твердой породы до песка и глины, что требовало огромной мощности и точности. Биг Берта была оснащена вращающейся режущей головкой с многочисленными дисковыми резцами, которые разрушали породу, а внутренние системы машины выводили выработанный материал на поверхность. Что стало с Бертой? Но не все было так гладко. Уже через несколько месяцев после начала работ, в декабре 2013 года, Биг Берта столкнулась с серьезными проблемами. Машина неожиданно остановилась, столкнувшись с препятствием на глубине около 30 метров. Впоследствии выяснилось, что причиной остановки стала поврежденная уплотнительная система, что вызвало перегрев и повреждение подшипников. Для устранения неисправности пришлось провести сложную операцию по раскопке и подъему поврежденной части машины на поверхность. Ремонтные работы заняли почти два года, что значительно задержало реализацию проекта. Несмотря на все сложности, Биг Берта продолжила работу в декабре 2015 года и завершила проходку тоннеля в апреле 2017 года. В общей сложности машина преодолела более 9 тысяч метров в сложнейших условиях, что стало важным инженерным достижением. После завершения бурения, Биг Берта была разобрана и удалена с участка строительства. The Lady Bird А это The Lady Bird – еще одна из крупных тоннелей проходческих машин, применявшаяся в грандиозном проекте строительства линии метро Crossrail в Лондоне. Этот проект, также известный как Elizabeth Line, представляет собой одну из самых масштабных и амбициозных инфраструктурных инициатив в Европе, нацеленную на создание новой железнодорожной линии, связывающей западные и восточные районы Лондона и его пригородов. The Lady Bird была одной из нескольких тоннелепроходческих машин, специально разработанных для прокладки тоннелей под Лондоном. Ее диаметр составлял 7 метров, что позволяло эффективно справляться с задачей прокладки двухпутных тоннелей под оживленным мегаполисом. Общая длина машины составляла около 120 метров, а вес – более 1000 тонн. Нехило, да? The Lady Bird, как и другие ТПМ, была оборудована мощной вращающейся головкой с многочисленными резцами, которые разрушали породу, а также системой конвейеров для удаления выработанного материала. Одна из ключевых особенностей работы The Lady Bird заключалась в том, что ей приходилось проходить тоннели под историческими зданиями и памятниками архитектуры в центре Лондона. Это требовало высочайшей точности и аккуратности, чтобы избежать повреждения поверхностных структур. Лондон – город с многовековой историей и плотной застройкой, что делало проект чрезвычайно сложным с точки зрения инженерии. Одни только расчеты заняли несколько лет, но машина успешно прорезала путь через различные типы грунта, включая твердую глину, песок и гравий, при этом сохраняя стабильность тоннеля и защищая окружающие здания от оседания или повреждений. В ходе проекта Crossrail было пройдено более 42 километров тоннелей под Лондоном, и The Lady Bird сыграла решающую роль в этом грандиозном строительстве. Она завершила свою миссию в 2015 году, после чего была разобрана – поход через Альпы. А что скажете про сквозную дыру в горах? Недавно Швейцария отметила открытие Готардского тоннеля, самого длинного железнодорожного тоннеля в мире, протяженностью 57 километров. Этот инженерный шедевр, проложенный через Альпы между деревнями Йорстфельд и Бодио, стал значительным улучшением в транспортной инфраструктуре Европы, существенно сокращая время в пути из Цюриха в Милан. Готардский тоннель является частью проекта «Новая железнодорожная линия через Альпы», который также включает в себя 15-километровый тоннель Ценери. Строительство Готардского тоннеля сопровождалось значительными техническими вызовами. Инженерам пришлось преодолевать высокие температуры и давление породы на рекордных глубинах, достигающих 2000 метров. Для обеспечения работоспособности тоннеля проходческих комплексов были разработаны специальные вентиляционные системы, которые охлаждали воздух с 45 до примерно 28 градусов Цельсия. Оборудование и персонал доставлялись на глубину через 800-метровую вертикальную шахту. Представляете? В ходе строительства было извлечено более 28 миллионов тонн породы, большая часть которой использовалась для создания бетонной смеси. В тоннеле также установлена уникальная 32-километровая система вентиляции, самая большая из когда-либо построенных в мире. Компания ABB в сотрудничестве с немецкой TLT Turbo GmbH, ответственная за системы энергоснабжения и вентиляции, оснастила тоннель современными технологиями. В случае любых сбоев система управления Готарда немедленно реагирует, что является ключевым для безопасности пассажиров и эффективности тоннеля. Невероятный проект, но идем дальше. Вам надоело бороться с ржавчиной обычными средствами? Эффекта от них хватает ненадолго? Присмотритесь к проникающей синтетической мастер-смазке Valero от WMP Auto. Это первый продукт, сочетающий в себе преимущество жидкого ключа, смазки и преобразователя ржавчины. Он отлично дружит с резиной и пластиком, а потому не наносит вреда даже сложным механизмам. Попробуйте сами. Мастер-смазка Valero от WMP Auto по ссылке в описании. Brenner Base Tunnel TBMs А что скажете про целый комплекс тоннелепроходческих машин? Встречайте Brenner Base Tunnel TBMs, которые играют ключевую роль в создании одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов в Европе. Базисный тоннель Brenner – это железнодорожный тоннель, который прокладывается через Альпы, соединяя города Инсбрук в Австрии и Фортетсу в Италии. Общая длина тоннеля составит около 64 километров, что делает его самым длинным подземным железнодорожным тоннелем в мире. Этот проект является частью более масштабного транспортного коридора, известного как «Железнодорожный грузовой коридор номер 5», который призван улучшить железнодорожное сообщение между Северной и Южной Европой. Тоннель проходит под главной грядой Альп, что позволяет избежать крутых подъемов и извилистых маршрутов существующей железнодорожной линии через Бреннерский перевал. Это не только ускорит перемещение грузов и пассажиров, но и значительно сократит количество выбросов углекислого газа, поскольку движение по тоннелю будет способствовать переходу перевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт. Для строительства такого масштабного тоннеля были разработаны специальные тоннелепроходческие машины, диаметром 10,65 метра каждая. Эти машины представляют собой сложные механизмы, оснащенные мощными вращающимися режущими головками, которые способны прорезать самые твердые породы. Все агрегаты, используемые в проекте базисного тоннеля «Бреннер», были созданы с учетом уникальных геологических и инженерных задач, которые ставит перед ними проходка тоннеля через Альпы. Эти машины работают в экстремальных условиях, проходя через разнообразные типы грунта, включая твердые горные породы, глину и песчаники. Для обеспечения стабильности тоннеля и безопасности работников, ТБМ также оборудованы системами автоматической установки бетонных сегментов, которые формируют стены тоннеля сразу после его проходки. Стоимость каждого агрегата – несколько миллиардов долларов. Фанкшн. Ну и куда без Китая? Эти ребята – рекордсмены по скорости бурения тоннелей. Фанкшн – одна из самых известных и крупных тоннелепроходческих машин, которая использовалась в масштабных инфраструктурных проектах Китая. Эта машина стала ключевым элементом в строительстве подводного тоннеля под рекой Янззы в Шанхае – одного из самых длинных и глубоких подводных тоннелей в мире. Проект был частью усилий по модернизации транспортной инфраструктуры страны и созданию новых маршрутов для улучшения связи между различными регионами Китая. Фанкшн была специально разработана для этого проекта, учитывая уникальные геологические условия и сложность задачи. Диаметр режущей головки этой машины составлял впечатляющие 14,9 метра, что делало ее одной из крупнейших ТПМ в мире. Общая длина машины составляла около 90 метров, а ее вес превышал 600 тонн. Эта гигантская машина была оснащена передовыми технологиями, которые позволяли ей эффективно справляться с различными типами грунта, встречающимися на ее пути – от твердой породы до мягких отложений. Работы по прокладке тоннеля начались в середине 2000-х годов. И Фанкшн приступила к бурению тоннеля под рекой Янзи, который должен был соединить восточную и западную части Шанхая. Основной задачей машины было обеспечение стабильности тоннеля на большой глубине под водой, что требовало высочайшей точности и аккуратности. В ходе бурения Фанкшн сталкивалась с множеством вызовов, включая изменения в составе почвы и необходимость проходки через зоны с высоким риском затопления. Проект прокладки тоннеля под рекой Янзи был завершен в 2010 году, и Фанкшн успешно справилась с поставленной задачей. Проложенный тоннель стал важной частью транспортной сети Шанхая, значительно сократив время перемещения между различными районами города. А Фанкшн стала символом инженерного мастерства и технических достижений Китая. Это московское метро. А как делают туннели для метро? И тут свой герой. Лават – это тоннелепроходческая машина с диаметром режущей головки 6,25 метра, которая сыграла ключевую роль в расширении московского метро. Эта машина была задействована в строительстве новых тоннелей для одной из крупнейших инфраструктурных инициатив столицы России – Большой кольцевой линии, ставшей важнейшей частью развития московской подъемки и общей длиной около 70 километров. Эта линия призвана разгрузить центральные участки метро и улучшить транспортную доступность различных районов города. Для реализации этого амбициозного проекта потребовались самые передовые технологии и оборудование. И Лават стала одной из основных машин, обеспечивших успешное выполнение задачи. Лават была произведена одноименной канадской компанией, специализирующейся на производстве ТПМ для работы в различных типах грунта. Основная задача Лават заключалась в прохождении плотных слоев московской почвы, таких как глины, песчаники и известняки, с соблюдением высокого уровня точности и безопасности. Машина была оснащена передовой системой автоматической установки бетонных сегментов, которые формировали стенки тоннеля сразу после проходки, что позволило минимизировать риск оседания грунта и обеспечивало долговечность конструкции. Одной из ключевых характеристик Лават была ее высокая производительность. Машина могла проходить до 10 метров тоннеля в день, что значительно ускоряло процесс строительства по сравнению с традиционными методами, которые были бы гораздо медленнее и требовали бы большего количества человеческих ресурсов. При этом Лават обеспечивала высокую точность работы, что особенно важно в условиях густонаселенного мегаполиса, где любая ошибка могла привести к повреждению зданий на поверхности или другим серьезным последствиям. Подземные базы США. А помните, я обещал рассказать про американские тоннели? Зачем они? И тут все весьма логично. Переброска крупного военного контингента из Соединенных Штатов в Европу – дело дорогое и трудоемкое. Поэтому имеет смысл заранее размещать тяжелую технику в определенных местах. Для этих целей вооруженные силы США используют склады предрасположенных запасов. И одно из таких мест для корпуса морской пехоты США – это засекреченная пещера в Норвегии. В 1981 году Соединенные Штаты и правительство Норвегии подписали меморандум о взаимопонимании, разрешающий США размещать военное оборудование в Норвегии. Так как шла холодная война, и США не хотели, чтобы это место стало мишенью, было решено построить систему пещер для хранения техники. Делались они с помощью тоннелей проходческих машин, как можете догадаться. В 1982 году началось строительство пещеры, и к 1988 году оно было уже завершено. Это место получило название «Программа предрасположения корпуса морской пехоты в Норвегии». Корпус морской пехоты незамедлительно начал перемещать туда оборудование, хотя холодная война закончилась уже в 1989 году. Тем не менее, объект остался доступным и используется до сих пор. Сегодня силы ротации морской пехоты в Европе активно используют эти предрасположенные запасы для быстрого реагирования и проведения длительных операций. Морская пехота США имеет постоянное присутствие в Норвегии, что позволяет им укрепить свое положение в Европе и проводить тренировки в условиях холодного климата. Хитро, правда? А вы что думаете? Удивили эти невероятные машины? Пишите свое мнение в комментариях. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, переходите в телеграм-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр!